За плечами известного театрального артиста Евгения Дятлова более 40 ролей в кино. Начиная с середины 90-х годов он известен как поющий драматический артист, великолепный исполнитель русского романца и лирической песни, обладатель бархатного баритона. Его творчество неразрывно связано с музыкой. Евгений Дятлов на протяжении 15 лет гастролирует по всей России и за рубежом. И вот очередь дошла до Орла. Мы уже прилично объездили городов нашей страны, но вот Орел за все это время ни разу как-то так нами не был охвачен, скажем так. Поэтому, конечно, для нас это достаточно ответственно, интересно. Владея в совершенстве гитары и собственным голосом, Евгений Дятлов завоевал любовь поклонников не как актер, а как вокалист. Более 2000 орловцев пришли на концерт для того, чтобы услышать любимые песни в его исполнении. С большим удовольствием. Сразу, как увидела Афешу, решила пойти. Видите, сколько народу? Просто так люди не приходят. Очень интересные. А в двух звездах он вообще, я не знаю, лучше всяких артистов. В Орел Евгений Дятлов привез специальную программу, посвященную году кино. Тенденция – это петь те песни, которые сейчас, возможно, не являются брендовыми или там, ну, они не являются задающими какое-то новое течение, направление или не соответствуют какому-то, какой-то погоде на эстрадном небосклоне или на попсовом небосклоне или там на рокерском небосклоне. Но при этом, при всем, эти песни должны жить, потому что в них частица нашей души. Со сцены звучали песни из отечественного кинематографа. Хит из таких фильмов, как «Иван Царевич меняет профессию», «Земля Санникова», «Пять вечеров», «Бандитский Петербург» сопровождались под певкой из зала. Красные, зеленые, да салатопогоды, а голова у всех одна, а как и у меня. Целый зал слушателей, любимые песни в душевном исполнении, громкие овации – это говорит о том, что концерт Евгения Дятлова прошел на ура. Каждый орловчанин убедился в том, насколько велика сила сценического и личного обаяния артиста. Наталья Чунина, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».